Привет! Меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить вкуснейшие морковные ПП-капкейки с незабываемым вкусом. Внутри у них апельсиновое конфи, а сверху апельсиново-сырный крем с карамелью. Когда пробуешь эти капкейки, трудно поверить, что они морковные и к тому же суперполезные. Для теста нам понадобится примерно 50 г сухой кураги. Замачиваем ее в кипятке. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. 60 г муки, у меня это полбяная мука. Можно взять и другую зерновую муку, с каждой получится свой результат. Добавляем 3 г соды, 4 г подсластителя, по пол чайной ложки корицы, мускатного ореха и имбиря. Перемешиваем. В этом тесте очень мало подсластителя, так как сладость нам даст курага и морковь. Специи можно добавить любые, какие вам нравятся. Можно добавить их больше, если вы любите отчетливо пряную выпечку. Но не советую добавлять много имбиря, так как десерт может горчить. Сливаем воду с кураги. После замачивания должно получиться 80 г кураги. Перекладываем в блендер. У меня крупная курага, я рву ее на части, чтобы упростить работу блендеру. Сюда же добавляем 50 г сока апельсина и его цедру. Измельчаем эти ингредиенты в пюре. Добавляем в блендер 100 г творога. Здесь подойдет любой качественный творог. И 60 г йогурта. Можно было добавить все эти ингредиенты сразу, но многие блендеры плохо справляются с массой, в которой нужно измельчить и крупные кусочки, и мелкие сразу. Так что смотрите по своему блендеру. Все эти ингредиенты измельчаем в максимально однородную массу. Добавляем эту смесь к сухим ингредиентам. Сюда же разбиваем одно яйцо. Тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем 100 г натертой на мелкой терке моркови. Морковь лучше натереть заранее, чтобы это тесто не стояло. И 30 г мелко нарубленного грецкого ореха. Перемешиваем. Получается довольно густое, очень ароматное тесто. Чтобы такое густое тесто аккуратно выложить в формочки для капкейков, я всегда использую кондитерский мешок. Перекладываю. Отрезаю довольно широкое отверстие и наполняю формочки тестом. Я уже снимала рецепт капкейка в бумажных формочках, и скажу основной вывод. Бумажные формы не самый удобный вариант для ПП капкейков. Сегодня покажу свой любимый вариант – силиконовые формы. При желании готовые капкейки потом можно легко переставить в бумажные формы. Наполняю доверху, так как это тесто почти не поднимается. И слегка распределяю лопаткой. Этого теста хватит на 6-7 капкейков в зависимости от размера ваших форм. Отправляю их выпекаться в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 50 минут. Пока капкейки пекутся, приготовим апельсиновое конфи. Для этого срезаем с апельсина шкурку так, чтобы была видна мякоть. И ножом вынимаем дольки, избегая белых шкурок. Каждую дольку я разрезаю еще на кусочки. И все перекладываю в сотейник. Из оставшейся мякоти также отжимаю сок, все это нам пригодится. Вы можете натереть сюда же цедру. А по моей задумке, вся пряность и легкая горчинка будут в основе капкейка, а в начинке только сладкий апельсин. В отдельной чашке смешиваем 5 грамм подсластителя и 7 грамм пектина NH. Это вид пектина, который можно найти в кондитерских магазинах. Именно с ним вы получите нужный результат, в отличие от яблочного или цитрусового видов пектинов, с которыми при работе именно без сахара у меня случались разные казусы. Пектин обязательно нужно смешать с любым сухим ингредиентом, чтобы впоследствии он хорошо растворился в жидкости. И сюда же я добавляю немного куркумы для более яркого цвета. Это не обязательно, но с куркумой десерт станет только ярче и полезнее. Отправляем всю сухую смесь к мякоти апельсина и тщательно размешиваем. Кстати, можно пробить эту массу блендером, в этом случае начинка получится максимально однородной. В моем же варианте будут ощущаться мягкие волокна апельсина. Когда комочков сухих ингредиентов точно не осталось, доводим массу до кипения и кипятим примерно 1 минуту. Пока консистенция жидкая, загустеет конфи при охлаждении. Немного остужаем и перекладываем начинку в кондитерский мешок. Достаем капкейки из духовки. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она не должна выйти полностью сухой, так как морковная выпечка подразумевает влажный, сочный мякиш. Но и налипших кусков теста на ней быть не должно. Вот такие получаются загорелые морковные кексики. Нужно дать им полностью остыть. Вырезать отверстие я предпочитаю задней стороной насадки. Так получается довольно широкое отверстие, в которое поместится много начинки. Выберите насадку с самыми острыми краями, так как верхняя корочка не совсем легко прорезается. Прокручиваем. Еще и еще прокручиваем. И достаем. Мякиш остается внутри насадки. Он очень мягкий и сочный. Так же поступаем со всеми капкейками. Наполняем их апельсиновым конфи. У меня получается примерно по 16 грамм конфи на капкейк. Можно больше, можно меньше, начинки приготовлено с запасом. Накрываем пищевой пленкой в контакт и отправляем в холодильник на несколько часов для застывания начинки. Теперь приготовим крем. Нам понадобится 400 грамм рикотты. Она должна быть комнатной температуры. Соединяем в блендере рикотту с оставшейся начинкой, у меня это 60 грамм. Добавляем 5 грамм подсластителя, совсем чуть-чуть куркумы. Куркума придаст яркий цвет. Для получения пастельного оттенка ее добавлять не нужно. 15 грамм растопленного кокосового масла. Кокосовое масло важно добавлять не в холодные ингредиенты, чтобы оно не застыло раньше времени. Соединяем блендером все ингредиенты до однородности. Загустеет крем в холодильнике благодаря застыванию кокосового масла. А пока он не выглядит достаточно стабильным. И в целом, если оставлять эти капкейки без холодильника, крем на них размягчится. Если хотите получить более стабильный результат, используйте вместо кокосового масла масло какао. Перекладываем крем в кондитерский мешок с насадкой и отправляем в холодильник до полного застывания. Когда капкейки и крем настоялись в холодильнике, можно завершать их сборку и декор. Выкладываю шапочку крема на каждый капкейк. Крема по рецепту достаточно, хватит и на 6, и на 7 капкейков с объемной шапочкой по 60 грамм. Когда на капкейках крем выложен щедро, это и вкусно, и красиво. В качестве декора у меня сегодня карамельная глазурь, рецепт которой уже есть на моем канале, ссылку оставлю в описании. И немного грецких орешков. Вот такой простой и нарядный получается капкейк с таким декором. Давайте его разрежем. Простой и яркий разрез, который, однако, совсем мало говорит о вкусе. Но я вам сейчас расскажу. Потрясающий морковный капкейк с цедрой апельсина, грецким орехом и специями, которые не ощущаются по отдельности. Действительно, даже привычную корицу в этом капкейке почувствовать непросто. А знаете почему? Все эти вкусы сливаются в один многогранный вкус и аромат, за который мы так любим морковную выпечку. Его не описать словами, это надо пробовать. И как нельзя лучше, его дополняет апельсиновое конфи и нежный апельсиново-сырный крем с карамелью. В морковной выпечке эта кажущаяся сложность вкусовых сочетаний всегда играет нам на руку, если вкусы правильно подобраны. И эти капкейки, безусловно, очень понравились всем, кто их пробовал, это невероятно вкусно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!